Нажал, да. Здравствуйте. У-у-у! Что, все поехало, что ли? Да. Супер. Ребята, привет! Disgustingman.com, заходите на сайт. Здесь, в студии на станции метро Полянка, центр лучшего города на земле, Москва, находится Георгий Добродеев. Да! Андрей Трамваев. Привет! Кирилл Перевозчиков. Привет! Виктор Зуев. Всем привет! Вячеслав Мастицкой. И Петр Сальников. И сегодня мы играем в Divinity Original Sin, одна из лучших ролевых игр последних лет, по личному мнению. Вскоре на различных элитных порталах вам надо читать рецензии от меня. Ставлю очень высокие оценки везде. И очень мне эта игра нравится. Советую сыграть. Сегодня мы разыгрываем, помимо этого, три ключа в полную версию. Что вам для этого надо сделать? Мы пока не придумали. Придумали. Придумали? Ну, анекдот. Да, вам надо написать нам очень... Ну, ты шутишь. Давайте шутишь. Да, давайте смешной анекдот в комментарии на сайте, то есть не в чате, на твиче. Отвратительный. На отвратительном сайте Disgustment.com смешной анекдот в комментариях. Это не так уж и просто. Может, осложним задачу хотя бы на какую-нибудь средневековую тематику, а? Вообще будет просто. Вилэ! Ты знаешь хоть одно? Вот я хочу. А давай. Я хочу посмеяться на анекдот, ну, там, не знаю, про инквизиторов. Ну, что угодно, придумайте. Ну, хоть сельская тематика. Ну, посмотрите на картинку, правда. Ладно, я понял, короче. Вы дебилы. Вот, я буду играть. Давай сделаем одного рейнджера, потому что там часто стрелы сыпятся. Вот я начинал недавно играть за мага, а мне стрелы подавятся. Стрелы сыпятся? Стрел много, да. Стрел много. Значит, персонажи здесь два по умолчанию главного героя. Они между собой могут спорить и всячески быть несогласными с решениями друг друга. Потрясающе. Кирилл, а можно вопрос сразу от аудитории? А будет ли русификация? Я вообще не понимаю, что происходит. Русификация будет. Они на это все доделывают, и она будет в середине июля. Я надеюсь, что именно в середке, в самом середке июля 15-16-го числа. Хорошо, но игра вышла уже сейчас. Да, да, да. То есть ее можно купить на стиме. На стиме и в магазине. А русификация просто установится апдейтом. Просто автоматически. Автоматически? Все, ничего не нужно будет качать. И там, комментариев сейчас. Еееееее. Ну уже есть фронтовские фронтовские, мне кажется, фронтовские. Нормальные. Я не рекомендую их использовать. Хотя... Два персонажа, нормально. Кстати, важная тема. Сэйвы останутся. Назовем героиню Эмирейд. Как так сказать. Если вы понимаете, о ком я. Эмирейд. Эмирейд. Летайте самолетом. Крим, Крим, этот самый. Крим. Так, Battlemage, Cleric, Enchanter, Fighter. Отлично. Нормальные бревна у них за спиной. У них вообще бревна. В порядке. Вот. Ееееееш. Значит, игра начинается с того, что в волшебном королевстве все плохо и колдуны некогда могущественные заняли позицию сумасшедших ублюдков и прячутся в подвалах и лесах и наводят террор на мирных людей. А два главных героя, поскольку у нас это мужчина и женщина, может быть, две женщины или двое мужчин, в зависимости от вашей сексуальной ориентации. Вот. Они такие. Малдор и Скайли, короче. И они Source Hunters. То есть они охотники, значит, на этих, на колдунов. На колдунов. Они приезжают в город Сайсил для того, чтобы раскрыть... Парочку ублюдков. Да, раскрыть подробности убийства, которое здесь произошло. Начиная от игру на пляже, здесь много... Здесь уже есть два побочных квеста. Вот один связан с трупом, для тех, кто еще не играл. Отсылка хорошая очень к Моровинду. Вот в ту сторону есть... Держишь мышку. А так мне нравится. В другую сторону здесь есть говорящая ракушка, которая пытается попасть в океан, но не может и сохнет на солнце. Боже мой. А здесь мы встречаемся, да, с первой дракой с культистами. Походовый бой здесь не активная пауза, а полностью turn-based. Всеми вашими способностями почти, за исключением тех, которым нужен кулдаун, вы можете пользоваться каждый ход. И, в общем-то, если бы из игры убрали все и оставили только походовые бои, хуже бы не стало, честно. Ну, то есть, вся игра сама по себе очень крутая, но если бы оставили только походовый режим, то это была бы отдельная такая прекрасная тактическая игра, которую можно было бы очень здорово выпустить на планшетах. так что, все, что за рамками боев мы вам покажем чуть-чуть позже, можно сделать так. Но, в общем, в этой игре прекрасно все. Второй держать в баклаху пиваса. Это заблуждение. Главное заблуждение состоит в том, что... Студенческие игры. Главное заблуждение состоит в том, что Divinity Original Sin якобы олдовое RPG. На самом деле, это очень свежая, очень нужная именно сейчас игра, в которой дофига возможностей, в которой все сделано правильно. Да, здесь вернулись, скажем так, стандарты, которые мы видели в, да, как сказал Витя, в Fallout'е, в Planescape'е, в Baldur's Gate'е, там, может быть... Но больше все-таки в Fallout'е, потому что здесь очень интересная система, Baldur's Gate'е более сюжетно ориентированная игра. Так вот, и Divinity Original Sin не выглядит так, как будто тебе предлагают сыграть в игру 98-го года. Слушай, а сейчас, вот, я не понял, ты всех убил и лут не собрал? Да с чем, кстати, да, не собрал. А что там? Там не было ничего ценного. Ну, так это же, подожди! Вот это вот RPG сейчас. Это туториум. Это туториум. Просто шмоточки, просто, хотя бы... Опа! Уничтожил сундук. Из лука. Из лука. Подожди. То есть ты не... Он может из любого оружия раздолбать. Подожди, раздолбать, и, получается, ты не получаешь того, что ты не получаешь, получаешь, получаешь. То есть у всех сундуков и дверей, и дверей, кстати. Разные там характеристики. А, стоп, я правильно понял, что вместо того, чтобы его открывать, ты его... Ты можешь его разбить. То есть дверь тоже можешь сломать. То есть если у тебя ключ не подходит, ты его, ты просто ломаешь. Да, да. И дверь тоже. Но только кто-то крепче, кто кого-то быстрее, ты можешь. Но оружие очень быстро изнашивается, то есть поэтому... Многое можно чинить. И фугасные мины только что. Вот, соответственно, да, практически. Средневековье? Ну, здесь не очень средневековье. То есть, чтобы все понимали, это такой фэнтези, которое... Я вот не читал, честно говоря, к своему стыду ничего из Терри Пратчета. Который сейчас он врет, нет? Да, может. У него два хп осталось. Ну, я сейчас тебе покажу, что... Последний тик. Терри Пратчет не уйдет. Да, так вот, я ничего не читал из Терри Пратчета, но это не то, о чем, на самом деле, я хотел... Терри Пратчет при чем здесь вообще? Ну, это, короче, такой фэнтези, в котором все знают, в общем, что они, типа, в фэнтези-игре. Да, ну, то есть здесь нет вот этого высокого штиля, знаешь, из старых RPG, Убоги, Кабола... Нет, это не пародия, тут просто все немного идиоты, и о тебе они того же мнения, короче, то есть, ну, как бы такое... Звонок двери, например, да, вот это все? Да, звонок. Домофон. Домофон такой. Минотавр здесь, проходи. Квартира номер... пещера номер 7. Такой слух. Так, без слуха дверь. Ну, это первого уровня двери, поскольку... Дверь и слуха, это лучшее, что можно сделать в Терри Пратчет. Это из чеснока, это туториал, вот, и здесь все просто, здесь тебе быстренько объясняю. Ну, обычно двери, конечно, более сильные. Хорошо, это туториал, но мы увидим, когда ты выходишь в открытый мир, огромная карта, вот это вот все. Да? Да, конечно. Это вот прям вообще красавище. На самом деле, я боялся, что вот этот вот Original Sin, это будет, знаешь, типа, ребят, давайте сделаем игру в зоометрии, потому что у нас нет денег, и мы, типа, закосим вот такой инди-стайл, такой настоящий инди-стайл, когда ты делаешь все кривое, все кривое, потому что у тебя нет денег, а не потому что слишком много о себе думаешь. Вот, и, по сути, мы получим недоигру, да, вот так, в зоометрии, которая косит, да, пытается задеть наши ностальгические нотки. Но на самом деле, судя по тому, что мы видим, это реально огромная, полноценная игра, игра, которая вот пропитана духом девяносто. У тебя есть стрела на семерчике, стрела. Попробуй электричество. Опа. Опа. Да, то есть здесь очень много сочетаний стихий. Эти элементы. Да, ты можешь вызвать дождь, например, во время боя магом. Все противники и союзники, в общем, тоже получат статус wet. Wet. Sweat, baby, sweat. Вот, и лужи будут случайным образом появляться на земле, и ты сможешь бить, да, бить молнии в эти лужи, влажных противников проще заморозить. Ты понял. Вот, ну и вот в таком духе, то есть все очень... Заставить быть их влажными. В плане механики все очень логично. И еще раз я говорю, это не игра в старом стиле, это просто хорошая игра. То есть такая игра не должна, ну, не обязательно она должна выходить в этом. В чертовом году. А, я вообще делаю не то, короче. Ты поизон. Я хотел найти... Огганную стрелу. I gotta remedy. Хорошо, полечися. Полечися. У тебя же, да, есть скил или нет скил? О, нет, этого нет скилл. Я файтер. Ты файтер. Вот, по-моему. Fireball Scroll, все правильно. Вот. И здесь тебя, собственно, обучают базам, базовым вещам. Кислоту можно взрывать. То есть она... Базовая вещь. Кислота взрывается. Она более, да, она воспламеняема. Класс, то есть это не кислота, по сути, а зловоние такая. Яд зеленая. Ну, кислота. Это где кто-то. Да? Нет. Айнатава, который ждет. Я не чувствую. Ключ. Ключ. В сундуке. Ты могуч. Так. Вся? Да. Выполнили? Почти. И сейчас такой, титры пошли. Ура! Ждите дополнения за отдельные деньги. Делался. Слега просто огромная. Миллион часов. Это правда. Миллиард. То есть она... Это пугает. Какой ты локации сейчас, Петя? Я все еще в первой локации. Там просто четыре больших оппин-ворлда. И они как бы... А, то есть четверть игры я почти прошел, да? Супер. Это правда, они очень большие. То есть каждая локация, насколько я понимаю, это город плюс окрестности. В городе вы проводите очень много времени за диалогами, которые офигительно написаны. Которые очень смешные, нетривиальные и супер. Вот так. Нетривиальные и супер. А иди просто вперед. Похуй на сундук. Подожди. Похуй на сундук. А, здесь телепортация есть, кстати. Нам тут пишут, что зажимайте Alt, будут видны вещи вокруг. Да, мы знаем. Повторяем. Петя играет одной рукой, как настоящий True. Петя играет одной рукой для стрима. Я не прохожу игру сейчас. Как настоящий True Master. Кунг-фу. Да. А сейчас всем любителям Metal Gear привет передаю. Смотри, смотри, смотри. Оп. Это стелс. Я в камень превратился. В лыжни взял он на плечи такой. Ничего себе. И по стелсу пошел. Опа. Так. Отжигай. Отжигай. Так. А там скелеты из кукусклада стоят. Да, но они стоят в луже масла. В луже масла, как в Биошоке, чуваки. Специально. Специально, да. Ну это туториал. А давайте поставим в луже масло. Даааа. Таким. Причем они стояли, получается, часами. Они же разговаривать не могут. Они скелеты. Ждали игрока. Слушайте, скелеты реально. Здесь все вот про Divinity очень многое говорит. Я не говорю конкретно про Original Sin. Это, если кто не в курсе, уже четвертая игра в довольно старой серии. Была игра Divine Divinity. После этого была игра Beyond Divinity. Это были обе изометрические RPG. Затем была игра Divinity 2 Ego Draconis. И теперь вот Ego Draconis была похожа на Dragon Age и вышла в один... Ну или на Готику, если угодно. Вышла в один год с Dragon Age и оказалась, к сожалению, в проигрышной ситуации в роли второй игры про драконов. То есть это был такой андердог. А вот первые две Divinity достаточно легендарные игры. То есть они очень нишевые. Выходили они уже в начале нулевых. И тогда про вот эти вот игры на движке Infinity, типа Icewind Dale и прочее. Ну, они уже были такие. Типа не очень... Они уже были тогда отзвуком крутых, олдскульных RPG. Ну, по-моему... И были очень удачным отзвуком. Но они, по-моему, всегда были про чисто убийства. Они были про Diablo, да, сказать. Про Diablo, сказать. Нет, я не согласен. Просто ты, дебил, не знаешь, где работаешь, короче. А ты просто не играл. Ты играл, да. Вот. Они больше похожи были... Нет. Они были похожи на реалтаймовое вот то, что есть сейчас. То есть там тоже были очень крутые диалоги, остроумные. Там были интересные квесты. Там был идиотизм вот этот вот с говорящими там домами, говорящими животными, говорящим всем, которые знали, что они находятся в видеоигре. То есть эта игра объединяла в себе элементы нескольких, там, скажем так, направлений. И прекрасно еще сама на собой шутила. И это огромное ее достоинство. Вот. Тексты, я думаю, вы почитаете чуть позже. А сейчас мы просто покажем вам очередную драку. Драки здесь довольно сложные. То есть над каждым боем... Ну, это все еще первоуровневый, как видите, туториал. Но над каждым боем вы можете зависнуть, ну, на несколько... Ну, нет, вру. Два часа за одним боем я проводил дважды. То есть я фокапился, да, я фокапился... Загружал сохранение, загружал сохранение и, типа, переигрывал какие-то неудачные сцены. И все, что происходит в бою, это очень, короче, satisfaction guaranteed. То есть все очень круто, очень интуитивно и очень-очень-очень-очень. Я очень доволен. У меня не заплатили ни копейки, к сожалению, за то, чтобы я все это... Просто если бы я еще и деньги с этого поимел, было бы вообще очень приятно вдвойне. Ты, кстати, умрешь сейчас, если не подлечишься. А, ну да. Видишь-ка? Лупоньки. У нас что, клики слышны? Нет, после. Мыши, я так понимаю. Ну да, это нормально. Просто... Да, люди говорят, что микрофон, типа, мы... Мы стучим по микрофону, мы его не трогаем, ну, видимо. Ну, ничего страшного. Мышка отзывается. Наш микрофон, что хотим, то и делаем. Кстати. А, ну быстро ты справился. Ну, потому что файтеры. А я вот в своей партии создал... Там призыв теперь. Я в своей партии создал Рогу и... Ведьму, короче, у которых социальных навыков больше, чем боевых. И намучился. Я намучиваюсь. Но зато у меня гораздо более интересный диалог. То есть у меня есть перк Пэт Пэл, например, который в бою вообще никак не помогает. Но он позволяет, например, с животными разговаривать и много нового у них узнавать. О себе. А ты сам создавал персонажей или ты взял готовые? Нет, я создавал... Ну, я взял готовый класс и... Сразу бы Пэт Пэл нажал скорее. Да я забил болт, но зачем? Мне всё интересно и всё нравится. Очень всё... Мне очень нравится. Ясно, короче. Касательно... Кем лучше играть, ты спросил, Слава? Игра бесклассовая. Игра бесклассовая, да. Ты можешь в любой момент забить, ну, как в Моровинде. Ты можешь забить на текущую. Да, и, кстати, я немножко спойлерну вам. Там есть респект. То есть, например, на моменте игры, ты можешь возвращаться к себе домой, там, в Холмстед, и там респект эти персонажи. Если тебе надоело играть, там, лыжникам, играешь с мировым. Я просто слышал с респектом. Да, здесь есть респект. У каждого NPC, да, есть к тебе отношения, которые меняются. Есть отношения, да, всё реально. Это вот, оно же потихьют. Мне вот это всегда умиляло, вот, в Original Sin, мне это казалось очень странным, когда ты, камера наезжает на какой-то булыжник, он такой, как бы, растворяется, знаешь, почти. А мне нравится, кстати, очень красиво. Ну, это странно, я такого не видел особо нигде. Ну, то есть, не просто прозрачное, оно такое. Игра очень красивая, мне нравится, что оно яркое. Да, задолбали, уроды, коричневые. Да, тут прям всё такое, может, мне кажется, такая европейская чертая. Короче, тут нам пишут, что вот, некого пользователя, не вижу кислотно-зелёный ник у него. Андрей какой-то. Его пугает, что всего четыре локации может показаться маловато. Да, там, вы не представляете, о чём вы говорите. Я, типа... Это не локации, ребята, это опен-волды. Да, четыре опен-волды. Вы видите, что... Четыре сэндбокса. Большую карту мы видим. Четыре Скайрима, короче. Сейчас, сейчас. Смотрите, смотрите, что происходит. Теперь внимание. Это очень важно, как в сингловой игре, это можно отключить, так и в коопе. И, по большей части, в коопе. Сейчас мы пообщались с двумя стражниками. Оба бухие в говно. Они не хотят нас пропускать, потому что в городе карантин, потому что по пляжу рыщут орки за стенами города Андеды. Ну, в общем, полный пиздец, собственно, ради чего... ради решения которого мы сюда и прибыли. Вот. И они говорят, короче, мы не знаем, кто вы, и поэтому мы сейчас вас отведём. А ты, значит, одним персонажем отвечаешь, типа, к волшебнику нас поведёшь? Ну, отлично, давай, поехали. Второй персонаж может с этим не согласиться. То есть, если вы играете в сингле, я, ну, не очень понял, зачем мне это надо в сингле, ну, типа, такой, в шахматы с самим собой играешь, как вот Андрей сказал. А в мультиплеере, соответственно, ты играешь за Гуса, а я играю за Эмми Рей. Угу. Вот. И ты выбираешь опцию, и ты говоришь, нет, допустим, смотри, the wizard you say, ты говоришь, нет, я не согласен. Я считаю, что нас бухие охранники не должны вести, мы же благородные Source Hunter. Соответственно, следующий этап – это другой перст. Твой оппонент, он получает шанс тебя убедить с помощью угрозы, с помощью обаяния и с помощью здравого смысла. Вот. В зависимости от ситуации ты подбираешь результат, ну, то есть, грубо говоря, странно. А подпиши разногласия, кстати. Да. Допустим, stand down on the list you want me to stand by and let them give you good traction. Ну, конечно, ты можешь его запугать, но это странно. Короче, давай Charm. Этот отвечает тоже. То есть, в этот момент ноль Charm, видишь? Здесь зависит уже от ваших характеристей Reason. И здесь начинается игра камень-ножницы-бумага. Её можно пропустить. Это визуализация этого, знаешь, броска, короче, на харизму. Но самим собой играть в камень-ножницы-бумага, конечно, глупо, да? Да, да, да. Всё, ну, поехали, давай. Вон нормально. Да, Кирилл, окей. Нет, там, кстати, не с самим собой. Там рандом, да? Там сентритом. Да, то есть уже камень-ножницы-бумага. Хорошо, когда вы играете вдвоём, то есть один направляет одним персонажем, да? Полностью. И имеет право убежать вообще. Да. Как край карты в другой open world переместиться. Иметь свои диалоги, свои ветки навыков. Очень круто. И ничего не встаёт на пазу ни у тебя, ни у него. Ну, то есть... Я тебе говорю, очень интересно. Попробу разрезать партию, потом уже показать. Только вдвоём, да? То есть не втроем, не в четвером. Вдвоём, плюс у каждого есть по одному ещё компанию. Спутнику, да, минимум. О, меня убили. Можно там... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, игра очень хардкорная, но... Первый же город, да, первый же Сириус, короче. Это ещё до первого города, да. Encounter. Блин. Мне не хватит экшн-поинтов, чтобы иметь мощнейшие. Прекраснейшие. Потому что они левел 3, по-моему, эти охранники. Левел 2. Левел 2, да, вы левел 1. Нормально. Ещё и понерпили, кстати, они были левел 3. Так, хорошо, а мертвый персонаж, то есть его потом можно воскресить, видимо? Да, 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 его можно воскресить. С помощью дорогих, дорогостоящих РСССКРОЛЛов. Да, очень это стоит недёшево. А отнести в кабак? Нет, ты можешь просто забить на него болт, он будет валяться. Когда захочешь, тогда его склеишь, сейчас. У тебя игра не заканчивается. Ну, это сложно будет без него очень. Ну, я понял. То есть как в GRPG, все вместе пришли в IN, заплатили 20G, и такие на следующий день все проснулись. Еее! Да. Ничего не было. Жаль. А я привык. Тут реалистично всё. Реалистично. Представляешь, что есть ролл? Играть про суровый реализм. Суровый реализм. Может, это не шоу или жаль? Мир? Нет. Короче, примерно то же самое, я так понимаю, будет Dragon Age Inquisition. То есть у тебя есть карта мира, и на этой карте мира несколько адов. То есть ты с помощью карты перемещаешься туда, в разные... А внутри этих Open World нет ни загрузок, ничего. Кровище норм. Кровище вообще норм. Ты реально в него стреляешь, из него как в Crimson Landе, знаешь, сзади вылетает кровище. Короче, но меня сейчас убьют, ребята, поэтому... Кстати, обратите внимание, что Dragon это то же состояние, оно фиксируется игрой. Кстати, я могу сбежать из боя. А, да? А, нет, не могу. Вот видишь, да, у него статус Drunk. То есть, видимо, и герой... ААААААА! Ну вот, меня убили. На, Кирилл, играй. Играй, играй, давай. А у тебя есть какой-нибудь сейв там, с 30 уровня? Конечно, конечно, нет. Сделайте сейв... У тебя нет сейва? Кирилл, есть танк. У меня есть плюс сейв. Дай клубничную Phantom. Вообще... Так, the save. а спонсор для трансляции клубничная фанта если бы и чипсы с бургером не ну окей объявляется неделя pc-гейминга грузим соус в городе собственно вот тот самый open world мы пришли в город после охранников здесь у меня билд из рыцаря и мага хорошо можно карту открыть чтобы посмотреть не нужно вот такая карта нет хорошо а это вот сейчас я масштаб хочу оценить а можешь вернуть назад это вот один один мир да такой здоровенный до 1 4 1 4 карта героя включая магии средний эти парни тушит корабль сражения нет у меня дождя чтобы потушить самостоятельно но это можно сделать справиться справиться да через через пару то столетий я думаю что мы ведь украсть попробуем спиздить nine inch nails опа это отсылочка была или нет это был этот самый камео вот мы сейчас совместим палку брэнч да с нами начинаются такие да чё крафтинг что да и такие опа и что у нас палку к палку к палку nine nail fortified branch crushing damage 1830 между прочим да погоди погоди то есть ты без всякого станка и прочее то есть ты соединяешь любой предмет с любым да и ты не знаешь какие предметы соединять нет нет не знаю я надеюсь что меня слышно короче смысл в том что вам надо в этой игре читать все что вам пишут ты собираешь книги с рецептами зелий но рецепт зелий изложенный серии такой-то гриб сочетание с таким-то грибом дает интересные эффекты попробуйте их смешать говорят что там от этого бывают глюки и ты такой то есть рецепт сохраняется тебе в журнал но он не написано там один такой и два таких равно такой-то бальзам бальзам чародей и автоматом их нельзя выбрать да как обычно нет ты должен экспериментировать даже ты должен понять этот рецепт но все еще хорошо написано читать приятно и интересно и все книжки там есть исторические книжки но как угла с лором типа да и их любопытно читать они очень просто написано и очень емко то есть нет большого объема текста когда ты скорее не находишь какую-нибудь книгу и такой вот ёп твою мать хорошо что вот это за коробка очко горит твой пойнт то есть такими системы из-за помещения от этого ты поставил нет это она здесь была то есть мир или мир есть некая магия есть животные сможешь корову заколоть они же дело конечно конечно но это корова с именем билл и булл да трагедия наверное там слушай а тебя вот этот вот воркер он же рабочий засек за перенем молотка но это не было не его молоток поэтому он чуть 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 только обиделся что я плохо себя веду но это был не его молоток поэтому у меня не под названием ну в принципе так и происходит такой не мой молоток насрать короче но ты но человек то не нехороший человек да это обычно воркера столько вот всего но у него это это не ну что всем не пугались короче да это одинаковые для всех прохожих опция не более меня но это же до 1 но типа последние слухи что ты знаешь о городе что ты думаешь о мэрии там и прочее такое а юсту бен венчер лакью короче что на давно прошел слушай ну я прошу я я не хочу опять по городу бегать два часа видите давай давай так я к рыбаку подойду и можно купить продать что-нибудь да слева каждого из вот этого да бартерс это вот это то что не дает он щетки почему да ну вот вот нашли мы нашли мы за что можно эту игру попинать такой 6 и 5 рыбак у него щетки в кармане были просто понимаешь рыбак ненастоящий так верни сюда так как это выключается последний опция ясно i should go слушай ну я пора не ну подожди но я не могу не войти сюда ну понимаешь это выводишь обратно это выводишь это выглядит как будто просто oblivion там находится ну да а почему мышка тормозит объяснить потому что ты на столе неудобно называешь неудобный стол запомним 6 и 5 для этой игры не все столы удобные понимаете ребят для этой мышки скорее а прикинь вместе с игрой продается стол вот это коллекционка а кстати причем да с вырезанными драконами там вот это вот так что мы делаем дальше я не подсказываю сочная картинка сочная шильдера так и прям переливаются хорошо я зайду вот в эту виллу и не знаю зачем вот не особо да тебе не надо да почему нет раздолбать дверь хотя я не так себя веду в другом городе знаешь вот когда вы приезжаете в другой город вы естественно заходите в первую попавшуюся дверь и берете болоток да не нужно хорошо буду вести себя так вот как будто я сюда приехал с заданием вот у меня слушай кирилл расскажи типа долго вообще игра делалась то есть она какая-то грандиозная смотри появился настоящий рыбак игра делалась три года из-за того что линия с движок отдельно то есть любой движок был готовый делалось бы даже меньше она просто очень много сценаристов у игры очень многим дизайнеров я отговорил вора пиздить рыбу потому что я обрати внимание обрати внимание что после этого сейчас просто уже не видно всплывающие надписи появились что твой герой который был за то чтобы он не воровал рыбу получил плюс один к типа практичности а героиня которую ты задавил репутации который ратовал за то чтобы все-таки покормить бедняка получила плюс один к романтику вот так вот так вот это в камень превратится а нет ну похоже коробка знаешь такая сложенная но как в этом где камень я хочу рыбу украсть на c нажимай на c нажимай а какие дефолтные герои что ли он может с петухом поговорить он позирует для картин но такой нету пет пала такой и сам с петухом говорили чего вот это вот что ли реально стаси рустер кукурику понятно коко 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 да что мы собственно ожидали вот правда а потому что нет возможности кстати там посмотри там реально арбат просто смотри а вот это круто вообще попробуем прямо сейчас давай сейчас возьмем вот этого только не забудьте сохранить f5 нажми давайте старый добрый вообще стиль игры поехали так сразу а причем заметьте какая-то шлюха вообще меня спалила то есть художник то вообще без претензий какой это зашла объяснительная ментам ну художник то вообще без претензий так ну все а ну пока что все а вон гарнит бегут ладно хорошо сейчас посмотрим сейчас резня начнет тихо тихо подожди попробую объясниться все тихо 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 подожди попробуй объясниться все все это была ошибка я просто посмотреть мазок хотел good choice такой ты можешь сесть в тюрьму ты можешь сесть в тюрьму сейчас как за что за что угодно за вот да да я же не сел часа картина ну понятно не осталось тоже за убийство курицы но за убийство курицы не уверен за жестокое обращение с животными да кстати ну клево клево так я не знаю пойди вот короче вот это все вот это все это твой текущий open world в первом городе ты проведешь часов но по-хорошим часов 6 есть совсем угоришь что часов 20 1 1 1 1 1 1 день игры да я занимался исключительно расследование преступления собственно за которым сюда и приехали и ты кто-то говорит что бывшая жена его короче вдова его убила потому что не было связь с герцогом детектив да да ты короче приходишь на кладбище то я любил первого ведьмака ты приходишь на кладбище там бегает собака этого убитого и она лает если у тебя есть возможность с ней поговорить она тебе говорит короче это могила моего хозяина но пахнет не хозяином ты раскапываешь могилу в гробу овца лежит разложившийся а на рынке есть телка у которой украли овцу из стада и ты где труп ну то есть короче начинается всякая херня вот и здесь происходит много всякого такого ну я не знаю я и дичин хэйткор хэйткор все мне кажется я пришел чисто по по вызову нет ну да да но еще и кумэру тебе надо будет сбить tell me about yourself а вот so-called source hunter понятно ну естественно никто не любит варягов заезжих которые пришли такое это мое дело вот это вот этих никто не любит это фбр это фбр полиция отстранена ну кстати примерно так и есть полиция нрава ясно а кто-то нанял или они действуют как-то централизованно типа орден позиция такая source hunter то есть ищет ламага которые злоупотребляют магии при том при том что посмотрите на ее посох вообще вот это злоупотребляет маги и можно нормально вот так вот вечно все устроен так let's discuss the undead но единственное что я не знаю вот наши слушатели и зрители расскажите как вы относитесь вот такому количеству текста вот мне просто даже интересно потому что многие игроки привыкли что тебе шепард все расскажет спляшет станцует и покажет вот а здесь здесь судя по объему текста здесь такой реально такой игра престолов причем три тома как минимум да то есть для меня читать с экрана вот эти вот тексты принципе привычно я проходил shadowrun где в рамочке в маленькой сбоку эти все теологии ничего нормально но мне интересно как современные игроки которые привыкли уже к кат-сценам вот к этому всему относятся готовы ли они все это читать тем более что на английском языке официальный перевод по славам кириллу вы через неделю до через неделю ну так 6 или часа короче через три месяца вот с справа будет с исправлениями все уходи да уходи 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 let's change the subject i'd like to ask some additional questions понятно so your main problem is the undead то есть он еще он еще не овер что ли нет смотри город осаждают с одной стороны зомби с другой стороны орки то есть там сложно все москва прям прям москва да причем орки орками управляют люди какие-то непонятные какая-то секта орками управляется причем мне нравятся вот эти вот щеточки каждый лежит в определенном строгом месте наверное пронумерованы ты можешь их туда взять и уронить и уронить такой просто системы энерки энерки просто in uk ой а это у нас библиотека здесь находится там по марчиха а не-не-не это мысльская библиотека там есть библиотека где а это кстати арху твой друг подожди кошка со мной разговаривает это мак он превращается в кошку он анима морг какой-нибудь там вообще круто да вот заговаривайте со всеми животными здесь поторгуй с кошкой кстати поторгуй просто отвратительно сейчас отвратительно пошутил палочку вот это вот из пизды молоток молоток вместе с лупой так ладно уходим а теперь я знаю где можно купить этот мордор энд песта да ступку и пестик лет стоке бау сэрс хантер бизнес пицца лет диск блин разговариваешь с котом такой байл минс это корс это оборотень волшебник я понял я вижу кота понимаешь который кстати по этому больше нравится быть котом чем человеком да мне так комфортно слушай а у него интересные силы такие же то есть если условно драться с ним форме кота да это интересный вопрос интересный вопрос пробуй f5 и пробуем все давай мне кажется что легче будет замочить когда он кот f5 так теперь control держишь и нажимаешь на него чем нибудь вот так все это правый да он же 10 уровень это не будет да ладно он кот сраный в первую очередь он сначала думал что ты по ошибке у него как он нажал так классно так давай тогда что-нибудь такое прям давай сириус вот это да да тут подальше только отойди да так окей от меня отойди да нет да вот так все нормально сейчас давай ну чё кот я собаку люблю вообще распидара а нет так ладно пока пока охраняется он не горит он тупой магическую подожди ну и чё охран позвал нет нет не позвал а жизни показана у него нет да полная control нажми атакую его нет у него жизни полная ахаха вот такой присел отдохнуть отлично и такой диалог как ничего не бывало он не обиделся вообще не обиделся еще ты плохо его атакуешь так хорошо но чем его атаковать чтобы уж наверняка надо рядом стоять окей рядом так рядом нет попробуй просто control нажать на него это будет обычный удар да вот так его нельзя убить понятно он очень легкий всех можно убить зато можно вот так я не готов ребят нет ты сражаться должен котом не но слава богу мы увидели нормально посмотрите какая у этого урода миллион как бы ходов у него у него миллиона экшен поезд реально супер с поезд вообще просто раздает комбо как дать как hardstone тебя причем смотрелся посмотри как она бьет по лицу вот так кровища истекает вообще баба она просто причем смотри она стоит долго он не такой дать там реально уже в ванной из крови да 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 как можно электричество поджать в смысле окей отлично main menu хорошая партия была я много узнал в этой игре что там пишет комментарий там загружаем анекдоты и призы да кстати анекдоты и призы рубрика такая ну кстати вы сейчас будете давать когда или мы будем когда они тут все будут собраны давайте глянем слушай а вот корабли показывают они здесь в качестве чего ты на корабле переплыл туда а и все моровинец ставил в качестве кораблей именно не ну мало ли транспорт там свой корабль сделал там также затащил как кота кота туда посадил чтобы охранял астральные эти мореплавные фрегаты да так ну чё получается а у меня как наводочку дал нет прикиньте не дал то здесь наше нету квест этих маркеров да класс ребят вообще хардкор они кстати маловато пацаны давайте больше прохожие у кота спроси читай дневник да там объясняется куда езжать и делать выводы то есть там будет говорить там на западе там-то там-то кати ущерб правильно правильно вот катись катись тут у тебя указатель есть и говорят на западе возле маяка подходишь к указать тут тебя код может отфигачивать ебать надо маяк на восток идем все нет там восточные ворота вообще-то в маяка здесь нет ну ладно я условно а условно ты находишь там на каждой дороге условно маяк можно траву подпалить да а нет фаербол просто образует ну как бы лужу огня вот те лужи лады класс такой и ребята это можно просто ходить вот так вот все расхерачивать такой а зачем ты это делаешь такой не знаю могу могу да там на ярмарке есть два клоуна короче один из них нанял промоутера и промоутер ходит и орет типа лучшее представление а второй из-за этого страдает здесь маза саботировать его бизнес и промоутера купить чтобы другому помогал класс можно самому промоутер мне кажется что это убийца я разгадал преступление за 15 вообще минут игры потому что ты ты бежишь от меня ты знаешь что ты виновен чем это кончится интересно не уйдешь просто он увидел меня и сразу по съебкам сразу просто потапка ты что-то знаешь я вспомнил серии гриффинов где он дрался помните он бежит в дом он бежит в дом он бежит в дом а теперь легиона замешан выставим к коту бежит быстро это был обманный маневр такой тупой подожди ну а фаербол был херач его блядь бедрен рэмом его хуяч лидер лидер кнопкой 2 но лидер инсайд что это стелс 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 отдели только одного героя отдели его сам патологически кинуть стелс охота на петуха блин видишь видишь вот это цветное сука замесили слушайте нет он правда не просто прикинь сейчас убьем оттуда меч просто 80 уровня выдачи ну ну кренка докопа как херово дисклик эти надо кого же но не введен его про сейчас я подожди стоп вот на загнали в угол суку на срок и спу дали все как же квест комплинат это все нет а может даже можем подобрать не рекомендую такое не знаю назначен Кришки KFC такие упакованные просто. Пойти на рынок продать. Слушайте, а вот то, что я вижу за стеной, это все тоже можно ходить. Да, да, ты вот из ворот сейчас выйдешь. Если есть там таргеты инранж, она будет стрелять в них. То есть там зомби такой, с этот ворот. То есть такой tower defense просто. Сейчас там вот зомби они вот за... Вон они, видишь, тусуешь? Ты сначала вставил в битву, одним шариком. Короче, да, вот нажми F5. Отдели партию, да. Отдели бабу. В 5 вообще классика здесь, понятно. Отдели бабу. Отдели её, прям вытащи её. Вот, да. Иди туда. А это пусть стоит у бабы. Нет, нет, тебе надо сначала сюда подойти, потому что ворота заперты. А, то есть чувака можно одного оставить вообще? Я тебе о чём? Ух, ё-моё. А мне откроют сейчас? Да, да. Ты скажут, типа, о боже. Open the city if you please. Да, всё, поехали. Супер. Всё. What if you please? Сэвинг, видишь, он такой, он всё понимает. Так. Ну, кстати, это мой вот в самом начале игры, а я уже выполнял кучу квестов, и вот сюда пришёл первый раз и получил пизды очень плотно. Так, хорошо, комбат — это когда начнётся пошагивая, режим или нет? Да, да, да. Всё, начнём. Вот, теперь я выбираю этого. Так. И он не в комбате, кстати, обрати внимание. Он в реал тайме, да. Он в реал тайме. Ага. Вот, вот, ребята, и всё, накрылось, короче. Нет, у него это подойти немножко поближе. Куда поближе? Это им надо подойти поближе. Да, Замбям. Замбям? Не. Хорошо. Германи! Да, так что пропусти ход просто. Да или пробел. Польнее чем-нибудь. Ага. О, боже. Такой, аааа! У меня нет ног. Причём, на самом деле, у него есть ноги, у него на самом деле просто прокапывает. Давай вот это выбирай. Ну, пробуй. Сейчас, мне кажется, бабу подставили. Бабу подставили ни за что просто. Что? Такой, не вижу ни хрена! Поговори с придурком. Так, ну придурок, мне надо что-то делать. Вот. Во-во-во, давай-давай-давай. Это Stasis Blaster. Tell me about yourself. Знаешь, крики за стеной там такие. Tell me about yourself. Ну что? Подводи быстрее. Может, мы должны быть всё-таки в связи? Нет, не надо. Давай. Подводи их ближе туда. Так, знаешь, подвели просто вплотную. Пустили в город. Извини. Всё можно сделать. Я экспериментировал. И петух выйдет с котом. Иди сюда, говно. Собачье. Мы давно хотели истребить всех людей. Мне кажется, мост вообще экстримает. Уже было. Давай ещё пропускай. Такие, уже было, ребят. А, нет, всё, однако. Короче, нормально. И отжимается потом, смотри. Такой. Наставит себя. На прыжке такой. Да что такое-то? Я не знаю. А как-нибудь в комбо? Можно их соединить сейчас, нет? Чтобы сказать, что у нас связь? Сейчас нет, по-моему. Таргет группы 2-4. Ты подбеги этим, короче, к ней. Да, потом обратно пиздуй. А. Ну окей, ребят. Да, сложные схемы. Ну беги к ней. Бегу-бегу-бегу. Мне дверь-то откроет или скажешь такое-то уже. И фиг, ты твой. О, и это комбо тебе. Теперь обратно. Смотри. Теперь беги мужиком обратно. А что у них за перевязки? А, нет, стоп. Стоп. Не важно, не важно, не важно. Ты, короче, стой за главного. Тупик. Ага, и до конца. Все, да? Комбо ты не отменился? Нет. Сейчас должно быть. Сверху очередь команд, кто первый атакует. И нам помогают теперь стражники. Нет, нет, сейчас ты ждешь своего хода. И она будет ходить вообще, кстати, нескоро. Вон, видишь, как в баннер саги. Все, тогда ждем, да? Тогда за дверьми. Да, да, наступай. Вообще так... Ты куда лезешь вообще? Пушечное мясо, нормально. Смотри, смотри, смотри. Колдук. Тебя просили это делать, а вообще? Что это сейчас было? Да просто вообще. Портит всю малину. Этот еще побежал. От баллиста подальше. Вот, да, пробуй, пробуй, пробуй. Отходи, отходи, отходи. Да, да. Да, да. О, 7 action points. Так. Не хватает, не хватает. Action points. Ребят, выстрелить из этой баллиста можно упороться просто. А ты думал. От тебя сейчас ядом, да. А зомби... Очень хороший интеллект врагов. Я нормально стою. А зомби в пользу не лечатся, кстати. Они в пользу не лечатся, да. И когда ты их ранишь, вокруг них расплескивается яд, и ты не должен в него попадать. То есть, теряясь зомби, ты практически всегда травишься. Класс. Так. И они очень сильные. Ну давай, ну... Ну теперь-то... НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! Ну, на говно! Такие огненные отжимаются. Я оглянулся, видел такой случай, и я к тебе приду во сне. Хахахахахахахахаха- Это нормально сейчас было. Так. Сейчас мост нафиг рухнет, но такой, ну я спас город. Ты боишься там подать? Не буду я ходить туда. Это их работа, им платят, а? Как я придумал. Всё-всё взрывается. Я вообще не знаю, тут реально ткнёшь кота, ткнёшь кота палочкой, он взрывается просто вообще-то, я не знаю, всем. Товарищ, ассуществует продюсер Майкл Бейлс. Смотри, причём стреляют кристаллами какими-то, нет? Жёстче, просто в мясо всех. Можно ещё? Нет. Нам торопиться некуда. Экспу я получаю за это всё? Опа, смотри, там просто вообще все. Это просто катастрофа какая-то сейчас. А всего три зомби каких-то несчастных. Всё? Всё. Они ещё взрываются, когда... А мне на свадьбу ехать, короче. Так, оп, голда. Секира. Вообще. Да, это от умершего охранника, кстати, ты подбираешь, по-моему. Вообще. Явно не у зомби был. Было золото. Опа, хорошо. Да, причём, знаешь, копил на последний день. Да, да, да. И такой, и просто... Ну, завтра всё равно в отпуск! Нет, вообще на пенсию. На пенсию просто. Знаешь, эти похоронные деньги его. Вот. А последний день отработают. Да всё как обычно. Три зомбя пасутся за этой тупой, убогой там оградой. Хорошо, что у нас есть катакульта. Такой, ну что-то пошло не так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Они что, это заминировали, что ли, ещё всё? Конечно. Ну ты зачем-то по огню бегаешь, как придурок. Ну почему я взрываюсь-то? Ты ещё на геслоту забеги и вы... Блин, подожди, ну ладно, я мимо... Я перепрыгнул вообще. Я умрежу. Где кнопка прыжок? А? А? Ты умер. Сами останутся. Нет, почему? У нас ещё осталось. Десять минут. Такая, знаешь... А, в жопу поеду, короче, я вообще... В Гагры. В Гагры, да. В Гагру. В Гагру, да, на самом деле. Ну а выйди через за пределы города, покажи там лесок, чё-то... Я вышел. Я вышел, да. Я вышел, да. Слушай, давай... Нет. Петя говорит, что в городе вас ждёт 20 часов просто упоительного... Квестинга. Квестинга, да. Там крысы у нас походить с крысы. И квестинга. Смотри, там нормально тоже. Ещё один, короче, преступник. Я смотри, вот такой... Возьми лопату. Так, где? Где, где, где? Ага. Это оружие? Нет. Да, это уже можно... Возьми... Вот здесь копай. Вот выделил. Вот тут? Везде копай. Копай. Самое отличное. А могилу копать с ума другом. Спукайся. Спукайся. Опа! Вот так вот, да? Неожиданно. Вот твои 20 часов в городе. 20 часов в городе, да. Такие подземелья просто по хардкору. Ну, катакомб подземелья. Класс. Зомби. Да, и причём, обратите внимание, никакого задания вообще нет. То есть, вот хотите, исследуйте, не хотите, идите с зомбиами делитесь. Что ты хочешь? Дерись с зомбиами. Хоть не хочешь, что ты делись с зомбиами. Семь, что ты делись с зомбиами, да. Есть очень крутое заклинание у тебя на первой цифре. Это телепортация. Подпусти их поближе сейчас. Нет. А, слушай, это же колдун, которых я ищу. Да-да-да. Только зомби. Только зомби. А, да. Зомби-колдуны. Тебя уронили, Саня, на пол на первом ходу. Просто подожгли и изнасиловали. Вот, смотри. Сейчас берёшь. Умираешь. Блядь, да. Потом F5, F6. F9, кстати, я русскую. Вот, бери один, бери одного, наводи на скелета, нажимай, наводи рядом с другим скелетом. Или рядом с колдуном лучше. Но вот максимально близко к колдуну. Ну вот. Ну да, допустим. Смотри. И они оба получили дэмэж, короче. То есть одного ты сбросил, и он из-за этого... Ты можешь убежать себя держать, он не стреляет, короче. Да, он стреляет, короче. Фли. Но ты не успел. Ладно. Понятно. Давайте читать анекдотики. Давайте читать тупые анекдотики. Крутая тема, это мой жанр. Крутая тема, беру, в общем. Коллекционочку, да, берёшь? Да. Это в России не продаётся. Она не продаётся в России? Нет. Вообще не. А будет вообще эксклюзив? Не захотели наши партнеры. Мы не стали на настаивать. Мы их сами производим на всех языках, по-моему, русском. На всех производим. Такой. На всех языках. Не совсем анекдот, цитата из Стража Стража Пратчета. А чем питаются эти драконы? Вор пожал плечами. Лично мне припоминаются истории о прикованных к скалам девственницах, высказался он. Тогда у нас эти драконы подохнут с голоду. Тут скал отродяз не бывало. Равнина. Такой весь Терри Пратчет, короче, парни. Любая гонечка. Да не, ну не. Срешной. Да ну и бывает. Бывает, бывает. Про Филипапу хорошо. Анекдот гениальный. От пользователя Кунни Бол. Уже хорошо. Уже. Мне очень некомфортно. Уже приз. Мне очень некомфортно в бане с другими мужиками, всё потому, что у меня член намного больше, чем у других. Хотя это, наверное, потому что он стоит. Судяковый анекдот весьма. Просто гений. Анекдот. Папочка 666 пишет нам анекдот. Дал царь трем сыновьям лук и стрелы и послал в чистое поле невест тебе искать. Старший попал в жопу среднего, а младший прострелил себе руку. Сёстры? Роберт Монарко. Однажды к продавцу индульгенции подошла большая компания. Можешь ли ты нам продать прощение за грабёж? Продавец индульгенции согласился и назвал цену. Люди заплатили и, получив прощение, тут же отняли у него все деньги. Продавец в бешенстве стал проклинать путников. Грешники, гореть вам в аду, свирепел он. Наши люди удивлённо возразили. Почему же ты нас проклинаешь? Ты же только что нас простил. Лимон пишет. Граф, проезжая через деревню, увидел крестьянина очень похожего на себя. Похоже, когда-то здесь бывал мой отец. Нет, граф, здесь когда-то бывала ваша мать. Анекдот от Польси Кориоланус. Так. Правда так же. Кориоланус. Показывайте анекдоты, потому что он не от нескольких годов. Да, и компьютер, и интернет. Кто впервые стал приглашать учёных на огонёк? Инквизиторы. Слышно. Папочка из 666. Не утихает. Анекдот. Там, блядь, кладезь анекдотов. И лимон вон есть. Согласно последним исследованиям историков, инквизиторы сжигали ведьм, потому что не хватало женского тепла. Отвечает пользователь Кориоланус. Согласно последним исследованиям историков... О, ребят, да вы в одной комнате сидите, что ли, там? Тоже тепла не хватает. Внимание, анекдот. Шлюха говорит другой шлюхе. Меня как-то маг снял. Другая спрашивает. И как оно... Ну, поначалу было, как обычно, потом кролики из пизды полезли, и фаерболы из члена полетели. Что? Что сейчас вообще-то было? Подожди, подожди, подожди. Но это вся суть Девинти Оридима Сит, на самом деле. Так что я предлагаю ключик, как минимум, забронировать за этим. Анекдот. Путин с Медведевым жарит на вертеле Ющенко. Медведев спрашивает у Путина, что это вы, Владимир Владимирович, так сильно вертел крутите? Они же... Он же так и не прожарится. Путин отвечает, когда я медленно вращаю, он уголь пиздит. Понятно? Феодал проезжает, понятно. Диаболу, нахуй, свидание, окей. Я не знаю анекдот, знаю стишок, пишет нам в пользу из Сергей. Я великий паладин, у меня есть вазелин, не прячешься дракон, будешь траховым без гондон. Просто вообще... Пошел, как ты, гвардеец, в самоволку, в деревеньку при замке. К знакомой крестьянке. Классически внезапно с поля возвращается супруг к крестьянину. Что делать? Прятаться некуда? Не бойся, солдатик, я потомственная колдунья. Крестьянка дергает солдата за член, тот во мгновение ока превращается в бабочку и вылетает в окно. Это не значит, что надо пробовать, парни, перестаньте друг друга за члены дергать. Христьянка, да, садится на изгородь, а как я обратно-то превращусь? Дергай в себя бабочку за член. Та же мгновенно превращается обратно в человека. Дергает еще в бабочку, еще в человека, еще, еще, бам. И потом солдату в табло прилетает увесистый удар. Ёб твою мать! Мало того, что на посту спишь, еще и дрочишь. Выступающий маг-гипнотизер пользовался огромным успехом. Он смотрел в зал и говорил, танцуй. И все танцевали, плачь, и все плакали. Все бы ничего. Однажды разразился громкий скандал, когда он споткнулся на сцене и сказал, ебись. Анекдот. Вифийский король дал, понятно. Это колный, наверное. О, хороший анекдот от папочки 666. Мы ждали, когда вы раскроете свою суть. Вам именно это хотелось написать? Какие средневекованные анекдоты? Парни, брат ебет сестру. Она ему, а у тебя больше, чем у отца. Да я знаю, мне мама говорила. Гениально, блядь. Нек 108. Святая Инквизиция спрашивал Галилея. Так солнце вращается вокруг Земли? Или земля вокруг солнца? А он им отвечал, как кончил. Да идите вы нахуй. Тут нормально еще так. Грустный анекдот. Загадал мальчик волшебнику желание. Хочу, чтобы каждый день у меня был день рождения. Волшебник исполнил его желание. Через два месяца мальчик состарился и умер. Хорошо было в средневековье. Уайт Уилсон пишет нам. Девушка не дала. Пошел в церковь. Сказал, что она ведьма. Сожгли суку. Алексей Шилин. Один известный маг. Часто говорил своим поклонникам. Хотите верьте, хотите нет. Но мои голуби вылетают в копеечку. Что сейчас вот это было? А сколько интересно в среднем возрасте кто пишет? Мне просто интересно. Одну колу, пожалуйста. А Pepsi подойдет. А деньги из Monopoly подойдут. У Кирилла убило, короче, с этого анекдота. С прошлого еще, по-моему. Да, мне кажется, у тебя... С самого первого. У тебя новый пуп сел, мне кажется. Не знаю, что все происходит. Читай этот говно дальше сам. И реши, там, кому-то отдашь ключи. Я бы никому не достал. Так еще не все анекдоты? Зажал петь. Да ладно, господи. Три ключа от Кирилла. Всем. Чайник и цёночки. Ой. Далее, понажимай там. Что ты сделаешь? Я нажимаю. Подожди, ты сейчас намал. Я? У нас трансатый вообще идет, кстати? Идет, идет. И что сделать? Ну, что-то будет. Нажать. Да, вот так вот. Прикакие. Что надо нажать? Стивный дерьм. Не жди, это макбук. Он сейчас отнародится. А, это макбук. Все хорошо, это макбук. Нет, ну это прям вообще круче. То есть до того, как... Dragon Age выглядит прям вообще. Угу. Ну, я вот до выхода девинти, честно говоря, я очень сильно верил в Inquisition, но теперь я не знаю уже, что и надо будет сделать. Телефон, что доставим, покажут. На. Ну, сейчас. Стримеры, блядь. У Кирилла тут технические неполадки. У него есть айпад, сейчас заряжу. У него есть айпад. Хороший курить. Давай, выбирай анекдоты, пошли бухать. На самом деле, Кирилл, ты можешь прислать их потом в этом порядке личных сообщений и прочих. Да, друзья, я выберу победителей, мы все их выберем. Потому что, да, чтобы никого не держать, мы победителей очень много, мы их еще раз почитаем, постараемся посмеяться над ними. И если получится, то мы пришлем комментарии, а вы нам на почту напишите, чтобы мы ключи прислали. Все, всем спасибо. Витя, давай саммари. А саммари по поводу игры, ты будешь играть сам? Я уже сказал. Давай, саммари. Каждый такой. Просто первый раз, ну, видишь, играть. Каждый абиз. Вообще не собирался. Давай. По поводу игры, ну, я думаю, что кто-нибудь Слава тоже должен сказать, который всю трансляцию умолчал, сидел. Я почему? Ну, я не знаю, слышно меня было или нет. Я уже говорил, что до выхода Dragon Age, который я считаю, в принципе, лучшей фэнтезийной RPG, которую я буду играть и мега жду, то Divinity сначала был для меня таким заменителем сахара, по сути. А теперь я вижу реально полноценную крутейшую RPG, в которую можно упороться на все лето, включая осень. То есть... Хорошо. Ну, то есть это очень круто. И с нее будет тяжело слезать потом на Dragon Age, потому что я вижу здесь прямо вот RPG. Вот как мы любили, правда. То есть Петя говорит, что все-таки она современная и все прочее, но даже вот эти вот... Посмотрите на огромное количество всех вот этих символов, вот эти минусы, плюсы, проставлять эти все характеристики. Конечно, это RPG нашего времени, и это очень круто. Слава? Ну, поскольку... Два фактора. Во-первых, я ненавижу Dragon Age. Во-вторых, Landscape Torment. Это вторая моя самая любимая игра ever, после Grim Fandango. И Original Sin мне очень напомнил о тех прекрасных, так сказать, детских воспоминаниях. И мне кажется, что Original Sin это чуть ли не единственная игра, в которую нам придется играть летом до выхода Destiny. Ну, что-то в этом роде. Ну, да. И я уже жалею, что у меня нет дома ПК, потому что игра мне... Ну, меня заинтересовала очень-очень сильно. И я обязательно посмотрю, поиграю в нее там. Кстати, она есть тома, как на Маккена не пойдет. Спасибо! Поэтому не поиграю в эту игру, но выглядит прикольно. Наверное, все. Не поиграешь? Нормально высказался. Нет, пошаговые бои. Вот это меня убило и купило просто. А мне больше мир понравился, что он такой уютный. Это такой Baldur's Gate, что прямо вот, хоть стой, хоть падай. Говно Baldur's Gate, по сравнению с этим сейчас. Начинается. Правда. На этой золотой ночи. Baldur's Gate уже говно. Baldur's Gate хуже, чем Divinity. Сейчас договорились. Сейчас договорились. Хуже, чем Divinity. Сейчас кот с петухом придут. Baldur's Gate говно. Пусть приходит. Окей. Он смотрит. Вон, Петя. Baldur's Gate говно. Вот смотри. И уходит. И причем, ушел в Машагово тоже как-то. Выключай. Всем спасибо, все свободны. Да, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok